Особое мнение на 101FM Лодка не нужна А вы правильно задали вопрос У нас нет по сути дела ливневки Отчитываются Чиновники я посмотрела Работают вместо ливневки Откачивают воду Да-да по Селезневски работают Работают по сути дела по Осиповски Вот Поэтому тут конечно бардак Очень большой в городе И мы неоднократно Постоянно об этом говорим То есть нет хозяина в городе А следили вы вчера за этим собранием Которое проводил Еженедельное теперь Это традиционное еженедельное совещание Которое проводит губернатор Там вот он Осипов отчитывал По поводу грязи в городе Отсутствие ливневок Отчитывать надо Конкретные задачи ставить Понятно что Что сегодня эти вопросы Так у нас какие-то Говорим какие-то проблемы со звуком Мне показывает звук режиссер Но я не очень понимаю Сергей Павлович Начали мы говорить О ливневках Да Ну отчитывать надо Конечно Любого руководителя Но если руководитель Сегодня способен Какие-то вопросы решать Хотя бы поэтапно Но Ведь у нас Четыре района в городе Правильно Вот эти четыре района Сегодня их По сути дела Ликвидировали Сделали терр управления А эти терр управления Сегодня властью Не наделены С моей точки зрения Они должны ответственно Подходить К тому или иному району Требовать Решения тех или иных проблем Которые В общем-то Сегодня есть Проблемы Проблемы со звуками большие Вот Поэтому Я Что хочу сказать Конечно Надо отчитывать Надо спрашивать Вот Если прежний губернатор Не проводил планерки Нету что ли Все хорошо Все хорошо Если не проводил Даже планерки Со своими замами Министрами И так далее Вот То это первая планерка Которая в общем-то В открытом формате Была представлена Но Основных управленческих задач С моей точки зрения Как говорится Сроки Не поставлены Сколько вам времени надо Исправить То-то То-то Понимаете Тот или иной Это самый вопрос То есть Подход управленческий Должен быть Да Задачу поставил Определи время Вот Если это время Не устраивает Допустим Руководители Значит Ты ему скажи Вот короткий срок Вот В такое-то время Он должен сам Это дело уже понимать И как говорится Предлагать Не просто предлагать А требовать решения Той или иной задачи Ну вот кстати Вчера ведь тоже По сути С одной стороны Было красивое выступление Были яркие картинки Но никаких сроков И никакой конкретики Я про это вам и говорю Мария дорогая Почему Потому что Конкретики То нет А почему нет Конкретники Нет управленческого Опыта В хозяйственной Деятельности И политической Есть Есть определенный Момент И как говорится Стаж И так далее У временного Губернатора Вот Но Хозяйственных Вопросов Он не может Ставить Если Сегодня Министр Не знает Как решать Это Само Тот или иной Вопрос Хотя деньги есть Понимаете А нужен вообще Хозяйственный опыт Губернатору У него же есть Председатель правительства Нет Ну Председатель правительства Если ты не будешь Вникать в вопросы Значит ты долго Не отработаешь Как ты будешь Задачи ставить Не только задачи Он должен знать Его информировать Должны о тех проблемах Которые В общем то есть Он регулярно Должен спрашивать Со своих подчиненных О решении Той или иной Проблемы Если идут обращения Сегодня граждан Идет критика Это правильно Ее надо воспринимать Ее надо Так сказать Ставить задачи И решать Те проблемы Которые В общем то Назрели давно Уже годами Они накопились Конечно их сразу Не решить Вот на раз Два Как говорится По щелчку Это не сделать Но Задачи ставить Доводить До широкой Общественности И как говорится Решать эти вопросы Никогда Пусяков Управлений не бывает Управлений Некоторые говорят Да вроде этот мелочный вопрос Его там Ну Решат И все И забывают Про него Этот мелочный вопрос Потом Назревает Такой нарыв Что его надо Вскрывать И увольнять Тоже министра Понимаете Вот Поэтому Если нет Управленческого Опыта Вот Хозяйственной деятельности Я имею ввиду Хотя бы Районом поруководить Вот Снизу Начинать Как это было Раньше Ведь недаром Сказал Сталин Кадры решают Все правильно И это на самом деле Это относится К нашему региону Очень Так сказать Объективно И Своевременно Почему Потому что Ну не профессионалы Половина У нас в правительстве Находятся Они приходят Во власти Не знают Как освоить деньги Не знают Почему В прошлом году Не освоено было 5 миллиардов 400 миллионов рублей Вот Не освоено Понимаете А кто-то Не освоил Это ГРБС И так называемые Главные распорядители Бюджетных средств Это Министерство И ведомство Значит Не может Министр Сегодня Это самое Занимать Соответствующую должность Если он Не справляется С ней Если сегодня Вернее Цифры заложены В бюджете Ты их отрабатывай Проводи по 44 закону Можно это раньше сделать Все подготовить А тогда Когда Наступает В общем-то Новый Рабочий год Можно так сказать Так ты уже У тебя все должно быть готово И ты должен сделать Быстренько Про торговки Все вопросы решить уже Они у них не решены Они тянутся Как знаете Вошпогаснику Как в народе говорят Вот Поэтому А если взять районы С районами вообще не работают Начиная с белых Вот эта тенденция В отношении районов По сути дела Они брошены На произвол судьбы Самостоятельные Ну вот сегодня Поехал Соколов Месяц спустя Начал значит Тур по районам А вообще Вот Сергей Павлинович Вы ведь по районам Часто ездите Да Вот как правильно Работать с районами И как работают Наши чиновники И как думаете С Соколовым Повторится эта история Или все-таки Есть ощущение Когда так сказать Чиновники И другие Эта самая структуры Которые сегодня На территории Кировской области То есть нет сегодня Взаимодействия В управлении Нет его Разбалансированность Как сказать вам Огромная Ну в районы Сейчас приедут Там проблемы Накопилось Выше крыши За 30 лет Все разрушено На территориях Того или иного района Никто не вникал В эти вопросы Вот покажут Там вроде Где-то какую-то Дорожку сделали И там Или набережную Три года делают Набережную В моем родном городе Три года Представляете Глава Глава города В общем-то Который сегодня По Курационной составляющей Должен быть В ближайшее время Будет уволен Про свет Мы сейчас Да Но посмотрите Деньги не освоены Тоже пример Вам говорю Это было При Васильеве Еще напомнить Надо Всем радиослушателям И всем Так сказать Кто нас слышит 127 миллионов Примеру Не было освоено Газификация Не началась 37 миллионов Не освоил Человек Который Это само Отсидел Три года В должности Главы района Это же Основной вопрос Деньги дали Ты занимайся Ты не думай Что дядя придет И за тебя Будет эти вопросы Решать А сегодня В большинстве Районов Главы Это не соответствует Своей занимаемой Должности Просто не соответствует Знаете Мое кредо Не надо брать Сегодня в управление Людей С бизнеса Потому что Они в основном Привыкли смотреть На свой карман На свои доходы И так далее То есть Своя рубашка Ближе к телу Если человек Сегодня Как говорится Занимался бизнесом Я не говорю Что он глупый И не способный Он способный Но Пример Того же Председателя Правительства Сегодня Господина Чурина Он Пришел Начал Так сказать Не с того С чего бы надо Начать Тот же Самый Дорожный Фонд Да Вроде В прошлом Году Тут тоже Надо Быть объективным В прошлом Году Вроде Неплохо Отработали По дорожному Фонду Отремонтировали Часть дорог А вот Май Месяц Уже Прошел Ну правда Погода Там может быть Не давала В некоторых Вопросах Но Слабо Сегодня Не активно Осваиваются Деньги Дорожного Фонда С моей точки Зрения Это во-первых Во-вторых Он Начал Реформу Мусорную Реформу К чему Она привела И к чему Она сегодня Еще приведет Какие будут Последствия Огромные Будут Так сказать Проблемы Сегодня Для территории Кировской области А почему Потому что Он смотрит Где Завел туда В этот Дорожный Как говорится Фонд По сути дела Свою фирму Энерготранс С Вот А она Осваивает Деньги Через государственную Структуру И где Правоохранители Я не могу Понять Запросы Пишем Правоохранители В курсе Но почему Реализации Никакой Нет Вот это Тоже Это Само Сегодня Правоохранителям Относится А про районы Сергей Начали мы Говорить То есть Я правильно Поняла Что Соколову Надо Присмотреться Не только К проблемам Которые Там есть Но и К руководству Район Безусловно Там Люди Случайно Знаете Как берут Это Вернее Подбирает Кадры По личной Преданности Никогда Человек Не будет Так сказать Если человека Подбирает По деловым Качествам И по Другим Так сказать Вопросам Управленческой Деятельности То Человек Будет Работать Я могу Яркий Пример Привести Вот вы Правильно Подводите Меня К следующему Вопросу Нужны ли Нам Перемены И Новое Лицо Пришло И кого Он Приведет Так вот Понимаете Надо Опираться На местные Кадры Если Сегодня Взять Правительство Кировской Области Будь моя Воля Я бы Конечно Часть Министров Убрал Но есть Часть Министров Профессионалы Которых Трогать Даже Это Само Нельзя Кто Например Например Блок Финансовый Блок Нельзя Трогать С моей Точки Зрения Вот Промышленный Блок Там Начали Так сказать Только Работать Господин То есть Товарищ Сисалятин Не могу Его Назвать Господином Вот Он Профессионал В своем Деле Еще ряд Могу Это Само Назвать Руководитель Но Их Мало Их По сути Дело Там Единицы На Одной Руке Они Уложатся С моей Точки Зрения Но Дело В том Что Посмотрите Социалка Социалка Ведь Единственная Это Само Дала По Показатель Неплохой 98% Выполнение Национальных Проектов Там Тоже Я не могу Сегодня Сказать Что Это Например Министр Социального Развития На нее Нет Жалоб Она Старается Решать Вопросы То есть Она Профессионально Подходит К этому Вопросу Хотя И Не Так Не Такой Большой Опыт Но Человек Когда Пришел И Занял Должность Она Ответственна Перед Этой Должностью Перед Людьми Которые В общем-то Сегодня Испытывают Определенные Проблемы Конечно Есть Там Тоже Проблемы Но Они Решаются Понимаете Вот Поэтому Если взять глав районов Еще раз вернемся к ним С вашего позволения Мария То Глав районов Не принимали Даже министры А как они могут Принять главу района Если они сами Не понимают Куда пришли И чем они Руководят Если При Владимира Ниловича Я сам главой работал Пять лет Если Начинал Работать При Серегенкове И закончил Свою деятельность При Шаклеине Там был Единый день Четверг Они приезжали Без всяких проблем Без всяких записей Заходили к любому заму Заходили Как говорится К губернатору Решали те или иные вопросы А сейчас Их не принимают По записи Какой у вас вопрос Да по какому вопросу Вы будете встречаться Министр должен В своем Так сказать Направлении Знать И принимать Спокойно Любого главу Потому что Если он не знает Своих Так сказать Проблем И своих возможностей Естественно Он будет Таким образом Сегодня Разбалансировать Управление Сергей Павлович Может тогда Дело не в людях Может и не столько Люди в районах Плохие Сколько они просто Со своими проблемами Не могут здесь Достучаться Нет Это я Руководитель Это руководитель Я вам немножко Могу возразить Уважаемую Мария Почему Потому что Я в районы Езжу Встречаюсь Есть главы Не буду Называть Фамилии Например Если вы Позволите Называть То я не назову Но К примеру Скажу Иранский район Приехал С главой Встречаюсь Я спрашиваю Элементарные вопросы Управления Элементарные вопросы Управления Какой у вас Бюджет Сегодня Сколько Собственных Доходов В процентном Отношении Ничего Не может Сказать Вы Район Приняли У вас Есть проблемы По району Вы Как говорится Отрешали Какие-то Вопросы Она говорит Какие вопросы Приехал В деревню В село Вернее Народ собрался Пенсионная реформа Уже давно Деньги берут Так сказать Людей За мусор А Там даже Контейнеров Нет Понимаете Там даже Нет контейнеров Я говорю Так у вас 200 С лишним Обязательств Сегодня Полномочий Так называемых Вы хоть В курсе Какие у вас Полномочия И как вы Можете Это самое Решить Тот или иной Вопрос Молчить Вытащила Я называю Это самое Склерозником Блокноты Записывать За мной Но их Никто Не собирает Никаких Так сказать Никакой Учебы С ними Не проводят Даже Она Хороший Человек Понимаете Мария Она Хороший Человек Руководитель Иранского Района На это не Профессия Если ты Пришла Руководить Ты должна Денно и ношно Сегодня Изучать И быстрее Вникать В те Проблемы И вопросы Которые В общем-то В территории Есть Вот Поэтому Вот вам Один из Ярких Примеров Если у нас Сегодня Стажисты Я приезжаю Допустим Могу похвалить Приезжаю В Кикнурский Район Там Товарищ Галкин Руководит Человек Опытный Еще Советского Времени Там Совершенно Все по-другому Там Все по-другому Спроси его Хоть днем Хоть ночью Он скажет Любой вопрос В районе И ответит На него А заедет В другой район Просто сидят В креслах И никуда Не выезжают Ни с кем Не встречаются Забыли Ну эти два года Пандемии Дали определенную В общем-то Тенденцию Запрещены были встречи Но и ранее Они не отчитывались Так вы встречайтесь Вы же сегодня Третью статью Конституции Нарушаете Да кто может Это само Спросить Я еще раз говорю Не я им губернатор Они бы у меня работали Это само И районы бы задышали В другом направлении В правильном направлении А люди сейчас бегут Вымирание страшное Вот Мое мнение Сегодня надо прекратить К примеру Платное образование И платную медицину Вот так ее развивать Огромными темпами Это издевательство Это по сути дела А не издевательство ли По 4 часа В бесплатной поликлинике В очереди сидеть Если есть такие факты Если есть Они есть Значит надо сегодня С руководителя спросить С главного врача Если сегодня Я могу сказать В областной больнице Нет таких нареканий То в других есть В центральных районных больницах есть Почему люди Платно Почему Да потому что Там тоже Это само Надо спрашивать И министерство здравоохранения Я не могу Ничего Так сказать Сказать Что Они не работают Они работают Но Текучка кадров Сегодня Везде огромная А почему Потому что На протяжении Последних 20 лет Заработная плата Она была Низкая И осталась Так сказать На низшем уровне Хотя еще помню И напомню Для всех радиослушателей Когда Президент Пригласил Возможно Возможно И у нас Самая Маленькая Заработная Плата Зачем Врать Это Высшему Должностному Лицу Пфу Мы на Двенадцатом Месяц На предпоследнем Получается Но это Средние Зарплаты А вот Кстати По поводу Врать Нет ощущения У вас Что В районах Казалось бы Действительно Много Проблем И много Что плохо Но это Даже люди Стараются Тщательно Скрыть Когда приезжают Чиновники К их Приезду Готовятся Я знаю Что сейчас В южных районах Куда едет Соколов Рассылают Фотографии По организациям Чтобы они Его узнали Фотографии Соколова И значит Приветливо Встретили То есть Вот Нет ли Ощущения Что Ну Едет туда Губернатор Хочет Реальные Проблемы Узнать А ему Показывают А вот Я На его месте С учетом Немалого Уже Опыта С моей точки Зрения Я бы Сделал Совершенно По-другому Как делали Некоторые Так сказать Бывшие Управленцы Глыбы Можно сказать В управлении Тот же Карачаров Допустим Вспомним Многие Наверное Сейчас Кто слушает Нас Знает Этого человека Ну Он Уже Ушел Мир Иной Но Как Он Делал Ему Протокол Дадут Это Самое Он Протокол Подпишет Приезжает Территорию А говорит Давайте Вот Туда Съездим Подготовится К поездке И говорит Вот Не в ДСПМК Поедем А в ДУ 36 К примеру Все Те Начинают Это Самое Теряться И Он Увидит Реальное Управление А зачем Показывать То Чего Это Само Сделано А вы Покажите Проблемы Если Сегодня Приезжает Пусть Даже Временный Губернатор Покажите Ему Проблемы Вы Встретьтесь С простыми Людьми Пусть Они ему Там Так Сказать Наговорят Чаяние Свои Выскажут Даже Неприятно Будет Слушать Но Ты Запиши Протокольно Это Все Так Сказать Он Ведь С собой Везет Свиту Запишите Потом Спросите Отвечают Значит Гнать Их Надо С управления Говорят У нас Кадров Нет Да Там Люди По 15 Лет Работают Они Знают Как Управлять Но Их Никто Если Так Образно Говоря По Служебной Лестнице Не Поднимает А зачем Они Толковые Умные А нам Не надо Умных Нам Нам Надо Сегодня Очень Послушных И Те Которые Это Смотрят В рот И Говорят Вот Это Сделай Хорошо Сделаю Есть Раболес Чувство Управления Не должно Быть Вы Правильный Пример Привели По Вятскополянскому Район Хотели Ликвидировать Наша Партия Отстояла Район Вокруг Решили Огромные Это же Беды Сегодня Для Населения Никто Не изучает Внутренняя Политика Если Человек Ничем Не Руководил Сегодня Зам Председателя И министр По внутренней Политике Он Я не понимаю Он даже не понимает Сегодня уклада жизни Хотя он вроде родился В деревне Ты приезжаешь Ты посмотри Я могу привести Сегодня Пример По его Родному Району Его родной Так сказать Деревне Я приехал Сорвижи Там Котельна Не готова К прошлому Отопительному Сезону То есть Вот Который Прошел Там По сути Дела Нет котлов Там Никто Это Самый Конь Не валялся Как говорится Люди Собрались Начали Мне Это Само Высказывать Да Правда Мы подняли Этот вопрос Решили Его Вы знаете Прокурор Купил Котел Прокурор Района Купил Котел И сам Подавал Ключи И кирпичи Чтобы обложить Этот котел Вот Когда начали Говорить Что этот котел Не потянет Эти дома Я им Сказал На Мегаваттник Ставит Вот А там Совершенно Котел Который Ну Один дом Только потянет А там Пять домов Вот Подошел К трубе Кулаком Стукнул В дымогарной Трубе У меня Кулак Оказался На улице Со второй стороны Она вся Прогорела Никто Ничего Не делает Голова Сбегает Когда Вот я Приезжаю Многие Главы Сбегают Понимаете Вот Поэтому Их начинаешь Спрашивать Они ничего Не могут Ни бей Ни кукареку Как у нас Говорят В народе Поэтому Много вопросов Вы правильно Задали вопрос Мария Нельзя так Сегодня руководить Я вспомню Бакатино Я тогда был Еще пацаном Но Уже Пришел С армии Как раз Программа Была Развитие Нечерноземья Кировская область Тогда Вообще Все дороги Были построены За исключением Трех районов Именно по этой Программе Все дороги В асфальтовом покрытии Он за год Но он никого Не убрал Он привез с собой Одного помощника И все Все остальные Работали Те местные кадры Которые Так сказать Это самые были И такой подъем Был Многие сейчас Вот если кто Меня слышит Вспомнят И скажут Да Вот Но сегодня Что мешает Если приезжает Тот же Белых Притаскивал кадры Откуда Своих друзей И так далее Который не понимает Ничего Вот Ну подождите Вы только что говорили Что половину министров Надо поменять Нет Я поменять Но есть местные кадры Те которые работают В этих министерствах И посмотрите Не надо там Откуда-то с улицы Кого-то тащить И посмотрите Соберите министерство Конечно я сейчас Предлагать ему буду Он это будет делать Почему Потому что На первой встрече Предложил Он начал делать Ездить Это самое По районам Записал Те проблемы А ты Тебе справку Это самое Могли бы дать Что представляет Кировская область Изучи ее Тебя назначили Ты помощника ставишь К примеру Это самое С другого региона Который не знает Вообще Территорий Не знает Менталитета людей Не знает Даже это самое Сколько народов И народностей Проживают С кем надо работать Ему это надо На протяжении Пяти лет Входить На протяжении Этих пяти лет Область еще сильнее Падает Так сказать В яму Кадровая политика Я прямо скажу Сегодня Администрации Президента И сам бы президент Уже должен подумать Что надо сегодня Операться на местные Кадры И подбор делать Подбор кадров Их надо готовить Сегодня Пропускать Начиная По старому Назовусь Сельсовета Хотя бы туалетом Извините меня Это самое Поруководил человек Понимал бы Что это Как говорится Что такое управление Тогда бы Это самое Совершенно другая Была ситуация Слушайте Потом вы сами К нам приете И скажите Что они в управление Поставили человека Который туалетом руководил Ну и что Нет Я да Я к примеру Вам так сказать Говорю Но приходят кадры Я уже вам сказал Не буду повторять фамилии И не буду называть министров Они бы поруководили туалетом А потом бы стали министрами Хотя бы это А то Рушат сегодня территорию По сути дела Кировскую нашу область Родную Народ исчезает По сути дела Посмотрите Ведь Очень сложная ситуация Демографическая У нас Поэтому Много вопросов Которые надо Сегодня оперативно Решать А вот По поводу районов Мы с вами уже начали Вы ведь уже встречались С Соколовым Он вот назвал Я с Соколовым Встречался Заинтересованными И профессиональными людьми А вы о нем Что можете сказать Вот смотрите Ну даже по поводу Тех же районов Да Мы вот сейчас говорим Что Возможно Опять по протоколу Возможно Не по протоколу Человек поедет Вот что вообще От него можно ждать Как вот он начал Этот Этот месяц Как он проработал Я понимаю Он такой же Как остальные Или все таки Я с ним встречался Встречались все фракции Вот Я ему многие вопросы Отметил Многие вопросы Он записал Один из вопросов По главам районам Я сказал Вроде прошла команда И Как говорится Определено Но я не могу сегодня Я один на один С ним не встречался Не ставил ему вопросы Я его не прочувствовал Сегодня Что он из себя представляет По первой встрече Как говорится Встречает по шапке Провожает по уму Правильно Вот Это первая такая Мимолетная встреча Которая в принципе Не дает мне Право Охарактеризовать На что он способен Если я Сегодня с ним встречусь И ему задам Те вопросы Которые сегодня Очень выражены На территории Кировской области И он будет их Принимать Но я больше чем уверен Он не будет их принимать Я ему задал вопрос Давайте сделаем Я бы на вашем месте Сделал коллекционное правительство Он говорит Коллекционное правительство Там начал мне Объяснять Это самое С исторической точки зрения С других Так сказать Политических сегодня В общем-то Вопросов Я говорю Вы подумайте У нас сегодня Четыре политических партии Парламентские Можно так сказать Вот кто критикует Дайте им То или иное направление Они приведут кадры И они будут работать И заниматься Не трещать будут А заниматься Этим направлением Если они не справятся Значит этот человек Должен Так сказать Уйти с политической сцены Так нет Вроде бы там Я от всех буду принимать Предложения Но принимать решения Буду сам Мне все в этом стало ясно Никого он принимать не будет У нас сегодня нет На территории Кировской области Чтобы кто-то представлял Нашу партию Сторонники есть Я их не имею права озвучивать Но их мало Где сторонники есть Там и ситуация более-менее нормальная В районах Вот Они нам В свое время Озвучивают проблемы Я пишу запросы Требую Публично это озвучиваю На ЗАГС собрании Захожу в министерство Требую Так как мы Контролирующий орган Представляем Депутаты законодательного собрания Поэтому Я не могу сегодня Никакой дать оценки По первым шагам На протяжении вот этого месяца Как произошло уже По сути дела Месяц Можно уже вот в телеграм-каналах Почитать Да Уже там Пишут Что хорошо Что плохо Ну Это Понимает Это Знаете Есть Очень интересное выражение Которое я могу привести С вашего позволения Внешность бывает обманчива И внешние шаги Которые вот так вот Популистские Это обман Не надо популистских шагов делать Надо принимать конкретные меры Если ты К примеру Конкретную Эта самая задача Ты что не можешь Пришел Тебе временно исполняющая обязанность Тебе приставка в РИО А что ты указ не пишешь Все должны Иметь приставку Временно исполняющую обязанность Что вы боитесь Что в управлении Оно так разбалансировано Что оно будет Это самое Еще хуже Да давайте Да давайте Ручной режим Тогда сутками работайте Сутками работайте И спрашивайте Вникайте Но этого нет Допустим Тот же Белых пришел Он Вот я не знаю У нас единственная партия Которая работает На территории Кировской области Я имею ввиду Оппозиционно Вот И есть Единая Россия Я посмотрел Как шел Праймерис Как это Само Другие вопросы В общем-то Сегодня шли У них кадров И скамейка Запасных закончилась У них нарицательность Огромная Так ты пригласи Ты поговори Ты скажи Мне надо помочь В этом вопросе А что тут особенного Что вот так сказать Я считаю Это не Если ты не понимаешь И не знаешь Куда пришел Так ты должен спрашивать Ты должен Тебе справку дали Сто процентов Когда тебя сюда назначили Тебе полностью дали справку Кто Что из себя представляет Какие моменты Надо это самое Обратить внимание И так далее Но ведь этого нет Этого нет Если к примеру Пришел тот же Белых Работа пригласил Допустим Вот меня первого Мы два часа С ним обсуждали Все сидели в фракции А мы с ним В одном кабинете Это самое Собрались Два часа И он меня очень просил Это замечательный человек Великий управленец Вот Он меня просил Сергей Полинович Выступите это самое Я говорю Я выступлю Очень Жестко И Как говорится Понятно Всем будет И в том числе Никаких обидок Ни у кого не будет Если человек Пришел созидать Белыха Белых вернее Это самое Когда пришел Ну его так в народе Называли Извиняюсь Вот Если Если Допустим Пришел Васильев То Бабич Меня сразу Пригласил Вот Сразу Вы что Думаете По количеству Это самое Депутатов В Зак Собрании Он меня Пригласил Да нет По тому Как работает Партия И что она Из себя Представляет Если сегодня Партия Работает На общественных Началах И работает Регулярно Как на работу Ходят Первые Сегретари Но они Ничего Не получают Они За идею Работают За то Что это Само Сегодня Происходит И что Им не нравится А что Бы должно Быть Это Патриоты По сути Дело Сегодня Родного Края Это Мне Рапота Сказал Я его Словами Сегодня Сказать Вам Довожу Для широкой Общественности Впервые Можно так Сказать Вот Тот же Бабич Сергей Павич Поглядывает На меня Уже Звукорежиссер Сходим На рекламу Вернемся И Продолжим Давайте Особое мнение На 101 FM Продолжается Программа Особое мнение Сегодня веду Я Мария Кожевникова В гостях У нас Первый Секретарь Кировского Обкома КПРФ Руководитель Фракции КПРФ В областном ЗАГС Собрании Сергей Мамаев Сергей Павлинович Все С вами О кадрах Сегодня Да Во-первых Хотела спросить Вот по поводу Обращение Как раз К Депутатам За помощью Да Ведь Писал Соколов В своем Телеграм Канале Что Предложил Вам Свои Кандидатуры Предлагать Вот Вы будете Советовать Не знаю Каких Не Ну Если Спросят У нас Есть Кандидатура Так ведь Спросили Нет Спросили Понимаете Предлагают На должность Советовать Есть еще Такая Тенденция В управлении Сегодняшней Власти Если мы Предложим Кандидатуру Кандидатура Достойна А ее Не примут На ту или иную Должность И начинается Гонение На эту Кандидатуру Понимаете Вот Как Верить Сегодня Человеку Если Ты его Впервые Видишь И он Предлагает Предлагай Но проверяй Есть Старое Русское Выражение Мы Предложим Мы На любую Должность Сегодня Можем Предложить Кандидатуру Не Обязательно По партийной Принадлежности Люди Которые Вообще Не состоят В партии Но Классные Управленцы Имеют Определенные Так сказать Ученые Степени И Таких Людей В правительстве У нас Нет Но На самом Деле На территории Кировской Области Есть Такие Грамотные Люди Которые Стремятся Сделать Хорошее Для Блага Нашего Региона Не совсем Понятно По поводу Гонений Ведь На каждую Должность Чаще всего Есть кадровый Конкурс Ну Прошел Человек Или Не Прошел Понимаете Кадровые Конкурсы Это Игра Кадровые Конкурсы Это Игра Человек Придет Начнет Его резюме Он свою Характеристику Дает И так Далее Ты Сегодня Проверь Его На деле На протяжении Определенных Лет Что он Занимал И как Работал Ты Запроси Все Силовых Структур Запроси Соответствующие Справки Это у них Все под Контролем А я Еще раз Подчеркиваю Они увидят Что человек Допустим Умнее Намного Того Или иного Руководителя Они его Никогда Не возьмут Понимаете Потому что Тенденция Сегодня Такая То что Это Придумано Там Различные Конкурсы И так Далее Это все Мишура Это Мишура Людей По конкурсам Редко Когда Кого-то Где Берут На Управляющие Должны Мы кстати С вами Видели Но Это Конкурсом Нельзя Назвать А вообще Выбор Главы Администрации Города Мы видели Как Нужный Человек А вообще Как думаете Мы с вами На областном Уровне Говорим А на Городском Уровне Будут ли Какие-то Перемены И кстати Интересно Вчера На этом Совещании Когда Отсчитал Осипова Соколов Многие Телеграм-каналы Написали Что это В общем-то Уже Один из Звоночков Нет Но этот Один из Звоночков Но дело в том Что Ведь надо Подбор Сделать Если ты Притащишь Варяга В город Киров То ничего Хорошего Не будет Не будет Поверьте Почему Потому что Кадры Сегодня Тоже Подобраны Под этого Человека Прежде чем Разогнать Надо подумать Вот Но Убирать К примеру Осипова Мы давно Об этом Сразу Сказали Человек Просто Пришел Ответственный Перед Председателем Правительства Господин Обчуриный Это его Кадр Который По сути дела Посмотрите Его биографию Работал Десять лет Барменом Есть Стереотип У каждого Так сказать По профессии Человека Складывается Определенный Стереотип Позитивный Негативный Понимаете А Как Сегодня У бармена Какой стереотип А может он Руководил Баром Нет Если он Баром Руководил Но он всегда Смотрел Кто ему Даст Чаевые Что неправда Это мое мнение Вот Поэтому И его старание Должно быть Он должен сутками Работать Тогда Если он пришел Ему оказали доверие Ты каждый день Проезжай по городу Приглашай своих специалистов Их там Извините Я не буду так сравнивать Хотел Но не буду Их там море Море Просто-напросто Тер управления Сидят Которые бездействуют Зачем было Вот показали Округа Сделали Ликвидировали районы Ответственности Так сказать Никакой Там просто сидят Как вам сказать Сторожа Сторожа у власти Они У них нет Никакой ответственности У них даже Я бы на их месте Знаете что сделал Я бы объявил конкурс По каждому району По благоустройству По Это По очистке улиц К примеру Там Ну это благоустройство Называется По другим вопросам По жалобам Граждан Отвечайте Ребята Помогайте А если вы им Бюджет Никакой Не даете Вы распорядители Кредитов Зачем иметь Сегодня в городе Двуглав Двуглаве Глава города Ходит на высоких Каблуках Но Ничего не поправила Вот Она должна Надеть Как говорится И бегать По городу Каждый день Она должна Вставать В это самое В пять часов И проезжать Все улицы Приглашать тогда Главу администрации И говорить Почему у тебя Это там не сделано Сколько тебе надо Времени Нет этого Нету Сидят Просто просиживают Это мое Личное мнение Штаны Как говорят В народе Вот Поэтому Это критика И в то же время Она Некоторые говорят Грубая критика Ты там Павлин всех критикуешь Так я и предлагаю Ребята Я и предлагаю Давайте сделаем К примеру У нас В городе Ворота Города Что представляет Какие объекты Представляет Вокзалы Так вы посмотрите Что делается На вокзалах Туда приезжают люди Они сразу Оценивают Порядок В городе Территории Эти Загажены Понимаете Вы посмотрите Какое благоустройство У того же Автовокзала Покритиковал Предложил Говорю Вы сделайте Хотя Само здание Сделали А долго Я требовал Чтоб они Это сделали Но Вы Сделайте Благоустройство Заасфальтируйте Нормально Чтоб потоки Ручьи Воды Не шли К ЖД вокзалу Чтоб там Не плавали Отки Или Люди Вы сделайте Тогда Когда разрешили Строить Комплекс Лето Было же Проект Был И застройщик Готов был Самостоятельно Сделать Подземный Переход Испугался Глава Администрации И говорит Зачем нам Нет Мы так Все Оставим Давайте Выстройте Вот Настроили Этих Точных Застроек Море Ну что Нельзя Расширить Улицу Ту же Комсомольскую У ЖД вокзала Сделать Ее В общем-то В четыре Полосы Все Можно Там Позволяют И местности Все Позволяют Благоустройте Вы Это Ворота Города У ЖД вокзала Потребуйте ЖД вокзал Чтоб они Каждый год Делали Косметический Ремонт Обязаны Делать Штрафуйте Если вы Сегодня Власть Я Немножко Руководил Пять лет Как Немножко Это Большой Срок По сути У каждого Сегодня На первых Этажах Магазины Закрепите Территорию Спрашивайте Штрафуйте Это Дополнительные Деньги Как Это Сделать Сделайте Межведомственную Комиссию Межведомственная Комиссия Должна Отчисываться Перед Главой Они Даже Этих Элементарных Вопросов Не Понимаю Понимаете Если Вы Сегодня Проспект Октябрьский Проспект Загаженный Я Видел Как Его Красили Листву Не Убрали Там Старую А Это Самую Покрасили Аж Бордюры В черный Цвет Кой Где Ну Что По каждой улице Можем Пройтись Но мы Очень далеко Ушли От назначений Тема важная Но ушли далеко В общем я правильно Вас услышала Что если менять Руководство города То надо менять На кого-то местного Так А по поводу Губернаторских Выборов Кстати Завтра вас Собирают На Внеочередное Заседание Назначить Дату Выборов Ну в общем-то Это формальность По сути Она уже известна Это не формальность Это согласно закону Мы должны Сегодня Определить Дату выбора И назначить Так сказать Выборы Губернатора Вот На территории Нашей Кировской области Потому что Это Законом Прописано Федерально А вообще Сами выборы Это не формальность На вашу сказать Ну если сказать Я с вами согласен В части Если Сейчас тоже Тенденция идет Трехдневное голосование У них ситуация У кого у них У единой России Ситуация очень сложная На губернаторских выборах Вряд ли будет Ну вряд ли Но вот Есть Это самая тенденция Уже где Те пять Из пяти Временных губернаторов Обратились В администрацию президента Что надо Трехдневное голосование Делать А почему Потому что Замеры сделали Протезка Очень большая Вот Поэтому Накидать Голоса За один За одни сутки Сложновато будет Так как они Прошлые выборы Накидали очень хорошо Прошлые выборы По сути дела Ковида же уже нет Чем теперь их объяснять Не понял Ковида уже нет Нет Ковида нет Но они Есть момент Еще ковид Он до конца не ушел Понимаете Ну то есть К сентябрьу Он может появиться Совершенно верно Будут сейчас думать Ломать голову Как обдурачить Еще раз людей Как еще раз Посадить Это самое Тех людей Которые В общем-то Уже сегодня Исполняют обязанности Чтоб они уцелели Чтоб они Продолжали руководить И так далее Вот А вообще На ваш взгляд Предрешена уже Судьба сентябрьских выборов Или есть кто-то У нас местный Кто может серьезно Ну я не думаю Что она предрешена Я не думаю Сегодня среди Можно так сказать Бизнес-элит В общем-то Различные мнения ходят Она Ее объединить Сейчас очень сложно А С моей точки зрения На раз-два Можно ее объединить С учетом Товой же кадровой политики Которая сегодня По сути дела Топчется на месте Никаких решений Никаких Понимаете Поэтому Поэтому Ведь не глупые люди Та же Та же бизнес Допустим Элита Они понимают Если все Продолжится Так же Ну Будут Очень большие Издержки Бизнес Как бежал С Кировской области Так и он побежит В другие регионы Правильно Вот Василий в конце Своего срока Понял Что у нас Больше тысячи Крупных предпринимателей Таких Классных Налогоплательщиков Я им Десять лет Язык смазолил Говорить о том Что вы неправильно Ведете налоговую политику Что ж вы Смотрите и завидуете Господа Коммерсанты В управлении Завидуете тем Кто начинает Хорошо развиваться И начинаете туда Камералить И так далее Это самое Гнобить Того или иного человека Зачем вы это делаете Зачем Вы это делаете Значит бюджет У нас от этого страдает Будет страдать Мне многие говорят Да вот Нет Ну что они там Они все равно Здесь налоги платят Я им объяснил Какие налоги Они платят Здесь А какие в том регионе Где зарегистрированы В конце своего срока Васильев начал Это самое задумываться Вот Думал что пойдет На второй срок Его там пропустят И этот вопрос Начало это самое Решать его Ну Как говорится Ну в правильном русле Можно так сказать Вот То что сегодня Прислушались И сделали Определенную поправку Для села Буквально вот На прошлом заседании Законодательное собрание Это по Потребке операции Да у нас правда Но я же закон Пять лет назад Им предлагал Ребята Вы понимаете Что это стратегическое Направление Сегодня Вы понимаете Что если потребка Операция Сегодня это самое Вы ее порушите Порушивали уже Наполовину И не даете Никакого продыха Так у нас Не будет Собственных продуктов На полках Магазинов Не будет А по закону Никакой продвижки Так и нет Получается Ну нет Ну почему Сейчас вот Они В принципе Предложение Одно из закона Приняли По площади Убрали налоги Почему Потому что В советское время Строили действительно Можно по сегодняшним Сленгам сказать Супермаркеты В селе Понимаете А эти сейчас За площади Там на огромные Налоги платить И потребка Операция Начала уходить Вот В прошлом году Четыре автолавки Выделили на четыре Автолавки Я говорю У нас 39 районов Ребята Давайте 39 автолавок Закупим Есть возможность Есть где взять деньги Вы посмотрите Информационная политика Никогда такого не было Такой Цензуры Как сегодня Даже Две столовые Закрыли И насадили туда людей Чтобы контролировать Информационные Вопросы Закончилось у нас время К сожалению Давайте с потребкой Операции В следующий раз Разберемся Потому что Не успели совсем о ней Поговорите Всего доброго Спасибо вам Вам спасибо огромное До свидания До свидания Всего самого доброго Всем радиослушателям Особое мнение На 101FM Продолжение следует...